Здравствуйте, я активист профсоюза действий Бобинов Григорий Вячеславович, красный доктор. Я также являюсь председателем инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов фонда рабочей академии. И сегодня мы говорим снова о ладейном поле, непосредственно затронем проблему со специальной оценкой условий труда, которая проведена в ладейном поле и, соответственно, после этого в ладейном поле, именно в ЦРБ, сняли те классы под классы вредности, которые были раньше у сотрудников. И, например, диспетчера лишились дополнительного отпуска и доплаты за вредность, лишились водители дополнительного отпуска. Но вы сами понимаете, что соуд проводится в угоду администрации. Работники не знают, как себя вести, когда проводится соуд. Вот они в этом не участвуют, их ставят перед фактом, что, извините, вам не положен отпуск, не положены даблаты за вредность, не положено молоко и тому подобное. Естественно, участвовать в этом надо каждому работнику. В принципе, из-за этого и возник профсоюз, потому что все вопросы, которые задаются администрацией, оказываются без ответа, либо ответы такие, которые ни к чему не приводят. То есть класс вредности не возвращается, естественно, не возвращается дополнительный отпуск. Насколько важен отпуск за вредность для работников медицины, докладывает профессор Двойников Скворцовой аж в 2012 году. Это все было перепечатано во многих изданиях. Я просто вот нашел в Ре, это профессор дает комментарии по своему докладу. Давайте вместе ознакомимся с основными пунктами. Итак, основной шокирующей информации. Уровень смертности медицинских работников в возрасте до 50 лет на 32% выше, что в среднем по России. У хирургических и операционных сестер на 40%. Такие данные озвучил главный внештатный специалист, эксперт, вот как раз профессор Сергей Двойников. Он отмечает, что первое место среди в правоболезни медперсонал занимает именно инфекционные заболевания. А это ни много ни мало, от 75 до 83%. Ежегодно около 320 тысяч медицинских работников не выходят на работу из-за болезни. И вот, представляете, это просто взять и умереть до 50 лет. Это медицинские работники чаще остальных это делают. Почему это происходит? Да потому что работа связана с инфекциями. Работа суточная, не спят ночью, потому что ночью вырабатываются именно те гормоны и другие биологически активные вещества, которые продлевают жизнь. То есть, я для примера привожу свой личный опыт. То есть, когда меня спросили, ну что ты там ночью не спишь, ну что? Я говорю, ну хорошо, давайте так. Так, я вот вас разбужил ночью, я разбудил ночью, просто два раза ничего не надо было делать. Просто разбудил, посадил за стол, напоил чаем вкусными плюшками, положил обратно человека. Так, два раза за ночь, целый день потом человек чувствовал себя разбитым, как будто не спал целую ночь, как будто на нем возили мешки. А у нас это из года в год. То есть, мы не спим в целом 10 лет из своей трудовой жизни. То есть, 40 лет работаем, 10 лет не спим в общей сложности. Представляете, сколько у нас этих веществ, гормонов не вырабатывается для продолжения жизни. И вот нас лишают вот этого отпуска, как вот в владейном поле, соответственно, сокращая жизнью счет. Давайте бегло рассмотрим несколько специальностей. Ну, начнем с водителей. То есть, водителям сняли дополнительный отпуск за вредность, потому что типа они не контактируют с пациентами. Что значит не контактируют? У вас что, между салоном и кабиной водителя прям такая вот заслонка, через которую ничего не проходит? Да очень даже проходит. Почему? Да это мы точно знаем. Особенно, когда это чувствуется. Вот, например, когда мы везем пациента с каким-то гнойным заболеванием или находим без определенного места жительства товарищей, которых мы вытаскиваем из помойки, довозим до медицинских учреждений. Да водитель едет с открытой мёкнули, потому что невозможно в кабине находиться. Нет там никакой изоляции. Плюс водитель помогает именно с носилками, контактируя с этим больным. На некоторых скорых больные, эти водители убирают именно салон скорой помощи, именно кареты скорой помощи. Да водители именно контактируют. Это можно очень просто доказать. Но при этом надо участвовать именно, когда проводится соут. Надо писать карточки, то есть надо всем представлять, как проводится эта специальная оценка условий труда, не стоять в стороне. Вот постояли в владейном поле в стороне, вот так провели соут, и вот, соответственно, лишились этих надбавок и всего остального. Но сейчас организован профсоюз, сейчас всё будет по-другому. Вторая категория – диспетчер. Ну, вот к диспетчерам-то какие вот вопросы? То есть это люди, которые прикованные, находятся в неудобной позе, то есть они сидят там на этих креслах и на этих стульях в течение там 12-24 часов. У них у всех там из-за этих пережатых вен, понимаешь, там это вечно позвоночник весь не в дугу. Они не спят ночами, они испытывают стресс, потому что они принимают звонки, не приглашения на свадьбе и рассказы, ой, как мы здесь хорошо живём. Им звонят с проблемами, с болью, с катастрофами. Чтобы правильно проводить на местах вот это соут, и чтобы не было ошибок, за голову схватилось два министерства и профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации. То есть, слышите, вот профсоюзники, которые есть, там есть жёлтый профсоюз в владейном поле, смотрите, целое письмо написали, я выведу на экран. Это письмо, видите, целое министерство труда и социальной защиты, министерство здравоохранения и профсоюз работников здравоохранения выпустило письмо о том, как надо проводить непосредственно специальную оценку условий труда именно в медицинских учреждениях. Там долго разжёвывается, кто же такие эти медицинские работники и работники в сфере здравоохранения. И там приводится эта методика, конкретно какие пункты, прочитайте вообще отдельно эту методику, и тогда будет понятно, что все медсёстры, которые есть в больнице, уже минимум класс вредности 3-2, а если они случайно встречаются с биологическими жидкостями хотя бы один раз в год, то, соответственно, это зафиксировано где-то, то есть, соответствующая медсестра должна сама представить этот документ, что она сталкивается с биологическими жидкостями, например, кровью. То, соответственно, у неё же класс вредности 3-3, положен дополнительный отпуск не менее 14 дней и тому подобное. То есть, Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует 7 дней, но если там поглубже всё копнуть, то выходит 14 дней. И вот понимаете, вот к чему я это всё рассказываю? Вот это специальная оценка условий труда проводит там какая-то компания, которая нанимает именно администрации, и администрация ей рассказывает, какие нужно именно администрации поставить классы вредности, потому что чем ниже класс вредности, то есть, есть такая возможность это всё занизить, то, соответственно, экономят, и вот эти сэкономленные средства, они куда-то там уходят. То есть, понимаете, конкретно главный врач, который учился на врача, который знает, что такое варикозная болезнь и геморрой непосредственно у диспетчеров, что такое инфекция, как она распространяется, и что её хавают водители, всё на это он учился, но за счёт вот этой вот бережливости, понятно, для чего, ему всё равно до работников, до собственных работников. Ну, умрёт эта вот медсестра, которая за маленькую зарплату приходится ей брать ещё полставки, работать в этих вредных условиях полторы ставки, понятно, что она вся усталая, понятно, что в течение суток ты теряешь в деятельность и можешь легко уколоться, и если ты это сделал 25 лет, то в 40 лет надо уже умирать от гепатита СБ и ВИЧ-инфекции, потому что это можно хапнуть всё при одном уколе. Вот на что влияет вот эта усталость хроническая, когда мы берём эти по полторы ставки работаем и потом умираем до 50 лет, о чём говорит профессор Двойников-Скворцовый, ну почему-то мы это всё заминаем, но заминаем где? Заминаем у нас здесь на местном уровне, видите, там на верхах всё-таки выпускают совместное письмо аж от трёх организаций, от двух министерств, профсоюзов, работников здравоохранения. Где вы эти работники здравоохранения, где вы эти профсоюзы? Чего там я вас не вижу, что-то вы не вступаетесь за нас, и вот пример это ладейное поле. Главный врач спрашивает, откуда у меня эта информация. Информация у меня непосредственно от самих работников и с писем, которые написаны вам неоднократно. Я сейчас их выведу некоторые на экран. Ну, господин главный врач, понимаете, вы же учились на врача, зачем вы издевались над собственными работниками? Я понимаю, что доктор Менгеле в концлагере тоже был врачом, но не надо из своего лечебного учреждения устраивать концлагерь для своих работников. Меня, как у профсоюзного активиста, спрашивают, что же делать. Всё очень просто. Это присутствовать при проведении суд, то есть вам должны выдать бумажку, где должно быть написано, что вы считаете вредным на своём месте, предоставить эти документы. Второе. Стоять на своём рабочем месте, когда проводится именно сама вот эта вот процедура, когда замеряют все эти бредные моменты. Третий момент. Вам должны расписаться дать в течение двух месяцев именно в акте по результатам проведения именно специальной оценки условий труда на вашем месте. То есть, если не выполнены вот эти условия, вас не пригласили, вам не дали бумагу и вам не дали расписаться уже в готовом акте, то суд признаётся недействительным и через суд можно как бы отменить его и снова процедуру начать заново. Есть ещё второй вариант, самый лучший. Есть такой, как коллективный договор. То есть, именно коллективный договор существует для улучшения именно условий труда на рабочих местах. И вот эти вот нормы, которые, допустим, прописаны в Трудовом кодексе Российской Федерации, должны быть именно улучшены. В этом и заключается, ещё раз повторюсь, коллективный договор. Поэтому, если соуд проведён с ошибками, ничего не стоит, чтобы именно в коллективном договоре вернуть те самые надбавки, те самые отпуска за вредность, которых лишили при проведении соуд. Это самый лучший вариант, потому что коллективный договор часто состоит из трёхсот пунктов. И, в принципе, это тот самый документ, за который надо бороться. Для этого надо создать профсоюзную организацию, туда надо вступить всей больницей, допустим, ладейного поля и заключить нормальный коллективный договор и вернуть всё то, что надо. Вступайте в профсоюзы всем коллективом. У медицинских работников есть профсоюз действия, которым подскажут, что и как делать. Боремся за коллективный договор, за улучшение условий труда на своих рабочих местах. Ну и будьте здоровы, а пока, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова